Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала. Я с вами Марина. Сегодня я хочу приготовить бородинский хлеб. Это из книжки Redmond. Рецепт номер 5. Программа будет у нас 11. Средняя корочка 750 грамм. Итак, индиагриенты. У нас вода первая идет. Вот водой мы берем 220 миллилитров. Вот она мне уже приготовлена. Камера чуть-чуть повыше. Следующий индиагриент у нас идет солод. Вот разбавленный. Уже на него пошло 100 миллилитров воды. Горячий. Чтобы он был запаренный, остыл. Вот он уже не горячий. Заливаю сюда. Делаю все по книжке. Так, надо было, наверное, чуть-чуть оставить, чтобы мне сполоснуть. Сейчас я это сделаю. Сразу не задумалась. Вот так мы его... А теперь промою стаканчик и удоволью ее. Солод беру я. Брала вот этой мерной ложкой от Redmond. И выливаю сюда. Следующий индиагриент у нас идет сахар и соль. Сахар и соль тоже замеряла все по именно вот этой ложечкой. Здесь сахар у нас добавлен 1 столовая ложка, а соль 1 чайная ложка. Следующий индиагриент у нас уксус винный. Так как у меня уксуса винного нету, я добавила уксус. Уксус яблочный. Можно или вино, или уксус. Но у меня нету ни уксуса винного, ни открывать из-за 2 столовых ложек вино я не хочу. Итак, 2 столовые ложки яблочного уксуса. Затем идет ржаная мука. У нас, вот она она, ржаной муки, у нас 200 грамм. Вот она она идет. После ржаной муки идет мука цельнозерновая. Так как у меня было 970 грамм цельнозерновой муки, не хватило. Я добавила муки пшеничной, остальное 200 грамм. Кориандр молотый добавляем. И изюм. Изюм я взвешивала сухой, а потом его промыла, все высушила. Изюм у нас 30 грамм. Ой, остался. Так, что дальше у нас идет? Кориандр я сказала сколько. Могу повторить. Это одна чайная ложка. Тоже измеряла все ложкой от... Измеряла вот этой ложкой. Муку я засыпала. И так, вот сюда делаю углубление для дрожжей. Дрожжи полторы чайной ложки от Redmond. Дрожжи беру сухие. Хочу попробовать еще раз, чтобы все у меня получилось. Изюм 30 грамм, я уже сказала. Так, и сейчас мы с вами будем переходить к хлебопечке. Ставим программу 11-ю. И выставляем все параметры. Все, щелкнула. Теперь включаю я печь, хлебопечь в электричество. 11-я программа у нас. Так, перешагнула быстро, как... Опять. Десятая, одиннадцатая. Так, средняя корочка здесь есть. 750 грамм. Да, выход. И будем включать программу. Три часа. Всего для бородинского хлеба. В этой программе будет также у меня сигнал. Я могла бы изюм, дальше кориандр. Когда сигнал начнет сигналить, тогда я могла бы добавить. Но я добавила сразу. Можно добавить в процессе замешивания. Уже где-то в третьем замесе будет сигнал. Говорить о том, что пора добавлять добавки, которые по рецепту идут. Сейчас у нас идет слабый замес. Лопатка там, средний, мелкий этот самый ход, маленький этот. А потом будет большой. Ну, сейчас посмотрим, как собираться будет колобок. Если сразу колобок собирается, то значит все нормально. Но я беспокоюсь только о том, что у меня не было цельнозировой пшеничной муки. Я добавила такой еще муки. И за это беспокоюсь. Мне не хватило. В магазин неохотно идти. И у нас, я думаю, здесь и я не смогу купить такую муку. Поэтому это ехать надо на поселок. Такая мука у нас, наверное, и не будет. Какую мне необходимо. Длиная есть, речневая есть у меня, рисовая есть. А вот этой мне не хватило. Добавляю масло. Одну столовую ложку растительного. Сейчас добавим все по рецепту. Немножко помогаю. Вот так. Если вы хотите увеличить сахар, то вам надо уменьшить количество воды. Это я уже вычитала после в интернете. Многие ошибки мы делаем. И не знаем, что если в рецепт добавляем больше, чем в рецепте сахара, то значит количество воды уменьшается. Ну вот, замес пошел. Итак, выпечка уже началась. Будем ждать, пока хлеб испекется. Потом будем пробовать, когда остынет. Так, бородинский хлебушек уже готов. Сейчас мы проверим его. На выпечку. Выключили программу. Выключили программу. Вынимаем. Открываем. Хлебушек из ведра. Извлекаем. И накрываем его. До полного остывания. Вот такой хлебушек у нас получился. Горячий. Накрываем. Здесь решетка. Чтобы внизу не сырел, мы обязательно ставим на решетку. И теперь до полного остывания. Потом мы разрежем и посмотрим, что там внутри. Какой хлебушек. И на вкус, и на цвет. Внутри. На пористость. Все проверим. И взвесим уже остывший хлебушек на вес. Какой вес его. Итак, хлебушек костыл. Сейчас я его взвешу. Ноль. Семьсот пятьдесят четыре. Вес хлеба Бородинского после выпечки. Семьсот пятьдесят четыре. Итак, сейчас мы будем его резать. Пробовать. Что там. Как он. На вкус. Вот такой бородинский хлебушек. Смотрите. С изюмом. Сейчас я попробую. На вкус. Мне интересно. Какой вкус у него. Корочка такая. Вкусный. Изюм. Солод. Очень вкусно. Вот такой хлебушек. У меня получился. Очень приятный запах. Вкус. Свежего хлеба. Испеченного. На всю квартиру. Подымает аппетит. Желаю всем. Своим подписчикам. Если есть время. У вас. Печь хлеб. Свой. Это не магазинный. Между магазинным и свойским хлебом. Большая разница. Вы сами поймете. Когда хоть раз. Испечете свой хлеб. Своими руками. Спасибо вам за то, что вы посещаете мой канал. Я с вами Марина. Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...